Нелегко придется жителям этих домов. Будет шумно, тесно и неудобно. Однако оно того стоит. На кону благоустроенный двор. Вот что взамен за неудобства получат участники программы. Устройство тротуаров, увеличение парковочных мест, установка спортивного оборудования, детского игрового оборудования. То есть вся территория, которую вы видите за моей спиной, она будет полностью благоустроена. Из пяти заявок на благоустройство двор на Сибирск оказался в приоритете. Собственники согласились на софинансирование дополнительных видов работ. Они оплатили 5% от всей стоимости, а это около 600 тысяч рублей. Остальное деньги с местного и окружного кармана. В среднем платеж составлял 42 рубля с квадратного метра у людей. Но было принято решение, дабы нагрузка не была такой масштабной, потому что здесь есть и четырехкомнатные квартиры, где платеж бы составил порядка 4 тысяч рублей. Распределили эти средства на полгода. И в течение полугода собирали средства собственников. С людьми стало работать немножко проще, потому что они понимают, что это делается для их блага в первую очередь. Естественно, основную нагрузку, как я сказала, несет бюджет муниципального образования. Жители этих домов оказались настолько активными, что собственники сами напрямую обговаривали детали строительства с подрядчиками. Любовь Рудакова лично собирала подписи соседей. Большинство согласились с условиями программы. Мы живем здесь и сейчас, в данном доме, на данной территории. И мы хотим, чтобы оно было лучше, чем есть. Ну вот вы сами видите, на сегодняшний день. Почему бы не поучаствовать? Тут же будут играть с нами наши дети. Также могут быть, нет уже ограничений по той же спортивной площадке. Могут выйти взрослые. Почему бы папе не провести время с ребенком? Хочешь жить в комфортной среде, будь готов к софинансированию. Уже в будущем году долевое участие собственников в составе 20%. Две заявки по новым условиям уже приняты и продолжают приниматься. Что касается основных видов работ, асфальтирование, устройство ливневок, замены наружного освещения, урн и скамеек, все это идет бонусом для участников программы. Сегодня во двор уже зашли дорожные рабочие и электрики. Специалисты администрации убедительно просят автовладельцев освободить двор от личного транспорта. Юлиана Сотник, Николай Сапожников. Специально для новостей.